МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы с детям до 16-ти смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Прокуратура требует 8 лет колонии. Бывшему директору ЦУМа начали зачитывать приговор за миллиардное мошенничество. 100 тысяч за отмену проверки и по 20 ежемесячно за общее покровительство. Новосибирский полицейский обещал крышевать бизнесмена за деньги. Вынужденная прогулка, что загорелась в квартире и почему пришлось эвакуировать жильцов девятиэтажки. Известный бизнесмен в шаге от колонии. Сегодня в Зальцовском районном суде начали оглашать приговор бывшему директору новосибирского ЦУМа. Юрия Глазычева признали виновным в мошенничестве с банковским кредитом на сумму почти миллиард рублей. Одними из первых в зал судебных заседаний зашли акционеры новосибирского ЦУМа. Бывшие работники торгового предприятия на протяжении долгих лет добивались того, чтобы Юрия Глазычева наконец привлекли к уголовной ответственности. Они устраивали пикеты в центре города и даже грозились объявить голодовку. Еще в 90-е Глазычев сначала стал крупнейшим держателем акций ЦУМа, а затем и одним из совладельцев. Для этого он провернул комбинацию по отчуждению активов в пользу подконтрольной фирмы. В 1999 году он подделал справки о стоимости ЦУМа Новосибирск в размере 8 миллионов, тогда как следствием было установлено, что на тот момент ЦУМ стоил 142 миллиона. В результате здания ЦУМа Глазычев и его бизнес-партнер выкупили фактически за копейки, а рядовые акционеры остались без дивидендов. С большим трудом пострадавшие добились возбуждения уголовного дела, однако позже оно было закрыто за истечением срока давности. И все же Юрию Глазычеву пришлось присесть на скамью подсудимых, правда уже по другому поводу. В 2007 году через подконтрольную фирму он выкупил 100% акций ГУМа. Затраты бизнесмен покрыл в основном за счет кредита, взятого в банке Уралсиб. ЦУМа займа составила почти миллиард рублей. Однако, по версии следствия, получил его Глазычев незаконно, так как предоставил в банк заведомо ложные сведения. Здание магазина ЦУМ передается полностью в залог, однако это не соответствовало действительности, поскольку один этаж ЦУМа был не оформлен в собственность, соответственно не был передан в залог. Также были в залог переданы акции магазина ГУМ, на приобретение которого и брался целевой кредит. Однако, в последующем путем совершения ряда сделок данные акции потеряли свою стоимость. Согласно материалам дела, Глазычев выплатил банку лишь незначительную сумму, да и то только по процентам, тогда как основной долг он вообще не гасил. В итоге правоохранители инкриминировали должнику мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства фигурант категорически отказался признавать вину. По его мнению, дело было сфабриковано некими заинтересованными лицами. Что же касается обвинения в невозврате кредита, то подсудимый объяснил его следующими причинами. Во-первых, фальсификация стороны обвинения о всех договорных обязательствах. И во-вторых, непосредственно экономические причины, связанные с кризисом 2008 года. Сторона обвинения запросила для фигуранта достаточно суровое наказание. Восемь лет колонии общего режима. Правда, ввиду того, что приговор получился весьма объемным, дочитать его сегодня не успели. Леонид Лишенко, Артем Валевич, Экстренный Гузов. Вместо того, чтобы бороться с экономическими преступлениями, решил обогатиться за чужой счет. Нечистый на руку сотрудник полиции предстанет перед судом за мошенничество. Как следует из материалов дела, летом 2016-го Дмитрий Матушкин под предлогом проведения проверки соблюдения миграционного законодательства приехал на территорию одного из новосибирских предприятий. Директору коммерческой фирмы за вознаграждение в 100 тысяч рублей оперативник пообещал не выявлять нелегалов и закрыть глаза на возможные нарушения. Опасаясь негативных последствий для производственного процесса, руководитель передал полицейскому требуемую сумму. После этого Матушкин предложил коммерсанту свое покровительство. За 20 тысяч рублей в месяц он обещал оградить частный бизнес от проверок правоохранителей. Впрочем, реальной возможности оказать такое содействие у сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции не было. В сентябре, в момент передачи денег, оперативника задержали с поличным его коллеги из службы собственной безопасности. Следователи комитета предъявили фигуранту обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба потерпевшему. Вскоре фигурант предстанет перед судом. А полицейский из Болотного поймал дерзких налетчиков, которые решили выпить за счет беззащитной пенсионерки. Двое ранее судимых злоумышленников, у которых не оказалось денег на спиртное, средь белого дня ограбили престарелую женщину. Я пошла в аптеку, купила лекарства и в другую еще зашла. После того, как все необходимые лекарства Зинаида Григорьевна купила, собралась зайти в продуктовый магазин. Смотрю сзади еще по тротуару, по тротуару, по тротуару, два парня. Ну и я это самое, иду и не оглядываюсь, потихоньку иду, а потом думаю, еще вот сюда в аптеку зайду. И дохожу как раз до этого старого Орса. Они у меня раз, и эту самую сумку вырвали, и в сторону Николь побежали. Предполагаемые грабители бросились в ближайшую подворотню. Зинаида Григорьевна вспоминает. Бежала за ними следом сколько могла. К счастью, рядом оказался сотрудник полиции. Он-то и догнал убегающих. Артем Карачаев скрутил одного, второй сдался сам. Двое парней приехали с села Егоровки. Решили выпить. Выпили денег, не оказалось. Увидели впереди идущую бабушку. Она шла по улице Московской. Парни подбежали к бабушке, вырвали сумку на пересечении улиц 50 лет от Октября и Московской. И побежали в сторону железнодорожного вокзала. Сейчас один из предполагаемых грабителей находится в следственном изоляторе. Он только неделю назад, как вышел из мест лишения свободы. Ему опять грозит реальный срок. Его поддельник на подписке о невыезде. Сумка целая, они не успели еще вытащить, потому что это хорошо сотрудник догнал и все это самое изъял у них. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров. Экстренный вызов. Незапланированная прогулка. В минувшее воскресенье жителям целого подъезда девятиэтажки в Пирамайском районе Новосибирска пришлось несколько часов гулять на улице из-за неисправного холодильника. ЧП в панельной девятиэтажке на улице Чапаева произошло около 15 часов. Бытовой прибор, предназначенный для охлаждения и заморозки, вдруг стал очагом пожара в квартире на третьем этаже. Стихия. Помещение разыгралось так, что из окна вырывались языки пламени, а дым был виден за несколько километров. Огнеборцы не только потушили огонь, но и провели массовую эвакуацию жильцов подъезда. Подъезд был очень сильно закопчен, задымлен. Пожарные подразделения были эвакуированы при помощи спасательных устройств 22 человека, в том числе 4 ребенка. Пожар удалось потушить силами пяти подразделений. Высокие температуры доставили некоторые неудобства соседям-погорельцев сверху. Обуглился плинтус и треснул стеклопакет. В квартире, которая стала эпицентром пожара, выгорели комната и коридор, а также закоптила стены. К счастью, пострадали только квадратные метры и бытовые приборы. Жители подъезда обошлись без травм. Дознаватели выясняют причину возгорания. Предположительно, это короткое замыкание, возникшее из-за износа деталей и кустарного ремонта холодильника. Уговорил не прыгать, предотвратить суицид. Сотруднику аварийно-спасательной службы помогли не инструменты и реакция, а талант дипломата. Воскресный перформанс гостя одной из квартир девятиэтажки на улице Объединения перепугал добрую половину жильцов дома. Когда экипаж спасателей прибыл по адресу, явно нетрезвый мужчина без обуви передвигался по карнизу балкона и был настроен решительно. Спасатель вышел на соседний балкон и оттуда начал диалог с мужчиной. Увидев сотрудника аварийно-спасательной службы, 41-летний Андрей едва не спрыгнул вниз, однако вскоре начал отвечать на вопросы. В таких случаях очень важно сохранить жизнь, не совершить какое-то лишнее движение, не спровоцировать его на прыжок, либо на какие-то дальнейшие действия, которые уже усугубят его состояние, ну или, скажем, навредят ему еще больше. Поэтому самое главное – наладить контакт, не торопиться постепенно приблизиться к нему, пытаться выяснить, что подвергло его к этому поступку. В этом случае уговоры оказались эффективнее альпинистского снаряжения. Потенциального суицидника тронули слова участливого спасателя. Он разрешил ему подойти и спустился с карниза. На дверь, пожалуйста. Заходи. Не подходи, пожалуйста. Я не буду. Давай поговорим нормально. Да, давай поговорим нормально. В доверительной беседе Андрей поведал спасателю, что употребил какой-то химический наркотик, что это было за вещество, выясняли уже медики скорой, которым сотрудники МАС передали любителя новых ощущений. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Срочно нужно ехать или поездка уже запланирована? Звони 355-1010 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова